Серёгин Сергей сам своими силами благоустроил подъезд дома, в котором живёт. Ко дню свадьбы соседей расписал лестницу ангелами. Горячо и искренне мечтает восстановить сгоревший летний театр, для чего создал его трёхмерную модель. Мы когда сюда переехали с родителями в 83-м году, без неё никак. Город был немножечко другой. Хотелось найти какие-то интересные места. И первым интересным местом был летний театр. Удивительное место. Удивительное. Очень не хватает его сейчас. Очень. Для меня очень важно рассказать вам об этом человеке. В суровой ежедневной борьбе между совестью и получкой в моём случае чаще выигрывает вторая. А этому человеку удаётся жить в гармонии с окружающим миром. Правда, за это приходится платить. Немалую цену. Общаться с тем, с кем хотелось бы, допустим, ради собственного спокойствия. Это то, о чём я говорил раньше. Необходима тишина для изучения предмета. Житейская суета, она не позволяет. Это отчасти может напоминать монашескую жизнь. Но для меня самого это как-то странно. Монашество в миру. Я сам не могу понять, как так сложилось. Ну, мне почему-то кажется, что я живу, как многие наши соотечественники. Просто, наверное, я сумел как-то смириться с этим положением. У нас очень много нуждающихся. Но ропщущих. Потому что постоянно чего-то не хватает. Мало, мало. Ещё. И, наверное, красивый образ мыслей, красивые души, они помогают найти баланс. Человек находит равновесие и примирение себя и окружающего. Вот, кстати, наверное, это то, ради чего я работаю, ради чего я совершаю много, наверное, не совсем оцененных поступков. Но это уже настолько укоренилось во мне. Хотя, с другой стороны, что такое оценка? Наверное, хотелось бы жить в материальном достатке. Еще больше мы потеряем достатку. У меня он есть. Он у меня есть. За пару десятилетий мне получилось сейчас создать для себя и людей, меня окружающих, комфортную среду обитания. Вы считаете себя счастливым человеком? Да. Вы задавали этот вопрос. Да, я считаю себя счастливым человеком и тщательно оберегаю это счастье внутри себя. Сергей у себя дома учит детей и взрослых рисованию. Он уверен, что вокруг очень много красоты и красивых людей. И даже поклонники граффити и хулиганы для своих шедевров выбирают соседний дом. И не поднимает руки на работу Сергея. Чтобы скопить деньги на краски, он который год откладывает поездку в жаркие страны. А яркий южный небосвод сделал себе сам. Мы тоже погрелись в его лучах. Это давно хотелось. Я просто видел в разных местах такие огромные люстры. Давно хотелось какого-то такого накрывающего купола, защищающего, может быть. У меня нет возможности часто выбираться на отдых в южные страны, где много солнца. Ну, вот попытка. Там облака еще, да? Это все, скажем, воображение ваше. Ну, и любого, кто... И мое, наверное, отчасти. Я не целился специально что-то создать. Она больше декоративная, которая декоративная. Несет в себе такой формальный, формальную прелесть. И все. То есть какие-то духовные переживания я здесь не испытываю. И вряд ли кто-то испытает. Над чем вы сейчас работаете? Сейчас... Сейчас пишу портрет. Можно посмотреть? Ну, давайте. Он не дописан. Наверное, это плохая примета. Мы решили не портить впечатление и поэтому покажем другую, но тоже незавершенную картину. Здесь пока в карандаше описано. Водонапорная башня. И вот здесь возможно... А, так это прям... Это я рисую реально пушки. Здесь изображен длительный театр утраченный. Уже построенный. Здесь маленькая бочка. Это пивас, ресторан. Это боголюбская церковь вдоль железной дороги. То есть, это вполне себе точно расположено в пространстве. Железная дорога. Здесь вот Московский проспект. Через Зыжинец, Старая Ярославка. Никольская церковь на горке. Сергей очень любит цветы и часто покупает их себе сам. Орхидея – очень странный цветок. Ее корням тесно в горшке. И она выпускает их наружу, чтобы собрать влагу и энергию из окружающего мира. Ну, я не рассматриваю людей, которые приходят ко мне учиться, как ученики, как учеников. Ну, это такой вот просто, я понимаю, вопрос социального отношения. То есть, учитель-ученик. Но для меня это человек, который любой пришедший, там, неважно, от мала до велика, это человек, который тянется к прекрасному. У вас бывают творческие сны? Снятся картины, которые вы хотите написать? Картины? Интересный вопрос. Нет картины – нет, не снятся. Скорее, какие-то события. Редко бывают необычные какие-то события, которые вот в обычной жизни, ну, это, по-моему, свойство любого сна для любого человека. Не знаю, не знаю, трудно ответить. Как приходит замысел? Замысел? Это какой-то дар, слышу. Часто бываешь не готов, но, опять же, некое усилие, которое совершаешь, оно помогает все-таки воплотить замысел. Ну, как замысел, мы говорим, что это дар, вот, это как бы вещи, как вот сообщающиеся сосуды. У меня есть замысел, который я пытаюсь соверять с какой-то общей картиной, которую я вижу. А бывает, что люди не понимают просто, что показывают? Конечно. Я это списываю на свой профессионализм. В смысле, на неспособность передать точно. Вот. Или на, скажем так, все-таки зрителя. Я его не виню, пытаюсь просто разглядеть его повнимательнее, понять, по какой причине не произошло взаимопонимание. Мое взаимопонимание с ним через картину. Немножко витей ватана. Хочется, хочется рассказать, потом объяснить. Конечно, немножечко печально, так даже немножко давит внутри, что тебя не смогли понять. Но, наверное, это первое время. Вот. Потом, когда все-таки над собой усилия совершаешь, пытаешься понять человеку, он скажем так, кто кого прощает. Как-то облегчение наступает само по себе. Вы женаты? Я нет. Как вы можете представить себе идеальную женщину? Вашу будущую супругу? Как я могу представить? Я себе постоянно задаю этот вопрос. Я не могу этого сделать. Себе задаете? Да. Я постоянно спрашиваю себя, как могла бы она выглядеть. Это же как-то сиюминутные какие-то образы. А жизнь, она многообразна. Ну, по каким-то, может быть, образом, навеянным от литературы, от кинематографа, сказки. Это все то, что закладывается в детстве, наверное, у каждого человека. Родителями и так далее. Конечно, идеальный образ он. я, честно говоря, не хотел бы этот образ, заложенный мною, высказывать, потому что он как... Так у вас есть свой образ уже? Конечно. Он как золото. Это кому-то очень сильно повезет, если образ совпадет. Как вы говорите, реальный мир совпадет с вашим внутренним. Так? Ну, это было бы здорово, конечно. А можно просто, что она блондинки или брюнетки хотят? Это не важно. Это не важно. Я, скажем так, на внешние данные, ну, поскольку красоты вокруг настолько много, что я умею разглядывать это даже в самом невзрачном человеке, вот, для меня важнее, на самом деле, именно внутренняя красота, внутреннее какое-то устройство, построение человека. Его очень трудно объяснить. Ну, извиняюсь за такую наивность, ну, золушка, да. у каждого из нас свои представления о жизни, достоинстве и счастье. Кому-то необходима власть над людьми, чтобы убедить себя в собственной значимости. Кому-то большие деньги, а кому-то достаточно поделиться своим творчеством, сделать что-то доброе и красивое, без больших залов, наград и пошлого пиара. И люди поймут, им понравится, потому что талант нравится всем. Если это, конечно, настоящий талант. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok